Сегодня пришла информация, друзья, что Франция выдала ордер на арест брата Павла Дурова, Николая Дурова. Николай Дуров является так же, как Павел, спив за основником мессенджера Телеграм. Вы знаете, что эти два брата работают. Один очень толковый управленец, внедряльщик, бизнесмен. А второй брат, Николай Дуров, он занимается веб-дизайном. И в таком вот тандеме эти ребята сделали сначала расистский мессенджер, который у них потом отжала кремлевская власть. А сегодня это Телеграм, в котором около одного миллиарда подписчиков и пользователей. Друзья, я хочу напомнить вот о чем. Очень интересное такое событие, развитие событий, связанное с Павлом Дуровым. И вот оно имеет продолжение. И так же пришла информация, что мать троих детей, которая заявляет, что эти трое детей дети Павла Дурова, она требует от него алиментов, потому что якобы он должен платить в месяц 157 тысяч долларов. И это все в месяц. И это все происходит в Швейцарии. И так же она заявила, что он перестал платить алименты и подала на опеку детей. И так же она сказала, что над одним из детей, а их там трое, девочка и два мальчика, что якобы Павел Дуров использует насилие. И как пишут некоторые паблики, что таких случаев было несколько на протяжении 21-22 года. Ну, как известно, чужая семья Потемки, поэтому про семью его мы говорить сейчас не будем. А я хочу напомнить события и сказать несколько важных вещей. Некоторые эксперты много рассказали про Телеграм, но при этом также много непонятного. Ну, а пока, друзья, используйте эту возможность и эту паузу. Обязательно подпишитесь на наш украинский YouTube. Подпишитесь на наш украино-армянский интернет-видение Кап ЮА АЭМ в нашем YouTube. И поставьте обязательно лайк. Плюс еще 10 человек смогут благодаря этому посмотреть наше видео. И напишите комментарий. Если нет слов и вы в восторге от того, что мы делаем для вас, то вы можете поставить смайлик, украинский флаг, армянский флаг или оба флага. И также поделитесь обязательно этим видео. Друзья, я хочу напомнить, что во Францию Павел Дуров, который является гражданином Франции и гражданином Арабских Эмиратов, где у него находится база Телеграм. Я имею в виду офис, основной офис. Так вот, Павел Дуров, являясь гражданином Франции, прилетел во Францию из Азербайджана. По времени совпало так, что в эти дни президент Путин, ну, а как мы с вами знаем, его двойник, тройник и переходник, были в Азербайджане. И возникает вопрос, связаны ли эти события между собой. Ну, как говорил герой моего любимого панда кунг-фу, мультика про ушу, случайности не случайны. Я думаю, что однозначно не случайно, что на протяжении одной недели Павел Дуров и двойник Путина оказался в Азербайджане. Я подозреваю, что вообще Павлу Дурову, возможно, спецслужбы дали задание познакомиться с двойником Путина, с тем человеком, который выполняет роль президента Российской Федерации. Возможно, это состоялось их первое знакомство. Это раз. Ключевые люди знают об этой ситуации в целом, что на эти встречи, на заграничные поездки, ездит двойник Путина. А жив ли Путин или не жив Путин, это большой-большой вопрос. И вот, друзья, на протяжении одной недели президент Путин, его двойник и Павел Дуров оказываются в Азербайджане. Встречались они там, не встречались, доподлинно неизвестно, но я уверен, что, конечно, они там встречались. Второй возникает вопрос, какова еще причина приезда Павла Дурова и что его связывает непосредственно с Азербайджаном. Я думаю, что мы скоро об этом узнаем. И после этого Павел Дуров прилетел во Францию, где был задержан. Я сразу же сказал, когда узнал эту новость о том, что Павел Дуров это сделал намеренно. Он знал, что его будут арестовывать, и он сделал это намеренно. Зная немножко предпринимательскую деятельность Павла Дурова и его характер, можно понимать, что он из этой ситуации для Телеграмм выжмет максимум. Вы знаете, что еще во Франции мало людей пользовалось Телеграммом, а после этих нескольких дней задержания Павла Дурова, сколько людей в результате стали интересоваться и подписываться, и пользоваться Телеграммом. При этом, конечно, многих прогрессивных людей, не просто прогрессивных людей, а думающих людей, эта ситуация может оттолкнуть от Телеграмма. Ну, например, я уже какое-то время, как не развивал особо нашу группу в Телеграмм, наш паблик, и говорил своим близким людям о том, что, скорее всего, что скоро, скоро, в ближайшее время будут проблемы с Телеграммом. И, возможно, вся та работа, которая там проведена будет, она уйдет на смарку. Хотя, безусловно, можно пользоваться всегда VPN. Но совершенно однозначно, что мессенджер прогрессивный и замечательный мессенджер, который приносит для нас лично всех очень много пользы. Но всегда есть, безусловно, но. Всегда есть но. Одно маленькое но. Так вот, друзья, я считаю, что Павел Дуров сделал намеренно, сдался, так сказать, в арест французской Фемиде. И однозначно из этого он выжмет очень большие для себя дивиденды. Его обвиняют по 12 статьям, но, знаете, в этом нужно... Это очень сомнительные статьи, скажем так. Хотя есть общий европейский закон, когда, если ты... Если твои пользователи, значит, есть решение суда по аресту этих пользователей, то ты, как лидер и основатель этой компании, обязан дать доступ фискальным органам, полиции и так далее, спецорганам дать данные, значит, от этого аккаунта и информацию про твоего пользователя. Потому что он является преступником и есть решение суда. И, насколько очевидно, мессенджер Телеграм и его руководство соблюдают эти европейские правила. Поэтому с этой точки зрения к Павлу Дурову, к основателям Телеграм, предъявить претензии нельзя. Но все то, что предъявляет французская эфемида, совершенно очевидно, что... Я не скажу, что это высосано из пальца, но я скажу, что это желание французской эфемиды, чтобы Павел Дуров пошел на спивпрацу, на сотрудничество. На сотрудничество с французами и для того, чтобы иметь больше информации. Я вообще сегодня, знаете, пошутил, когда узнал о том, что Павел Дуров... Ну, узнали мы раньше о том, что Павел Дуров из Азербайджана в те дни, когда там был президент Путин. И я сказал, возможно, там Павел Дуров, президент Путин и Алиев, и азербайджанские хакеры готовятся все вместе к выборам в Америке, в Соединенных Штатах Америки. Это, конечно, весело. Ну, хотя, все что угодно может быть. Друзья, как оказалось за эти дни, для многих, кто не в курсе, а мы об этом говорили раньше в том числе, защищенность Телеграма, она всегда была очень сомнительная. Но, тем не менее, Павел Дуров и другие представители Телеграм всегда говорили о его сверхзащищенности, хотя несколько лет назад были истории, связанные, да, с защищенностью Телеграм. И сегодня многие, наконец, узнали о том, что, оказывается, простая переписка, которую вы переписываете с Телеграм, оказывается, спецслужбы ее читают и могут прочитать. И для этого ничего специального им не нужно. Получается, если вы не пользуетесь зашифрованными секретными чатами, а особенно теми, которые информация самоуничтожается, да, после того, как ваш собеседник прочитал сообщение от вас, то эти сообщения, эти чаты, они якобы не прочитываются спецслужбами. А обычные чаты, обычное общение, они читаются спецслужбами. А, как мы знаем, большинство людей пользуются обычными чатами. Ну и если человеку есть что скрывать, то, конечно, в данном случае это ошибка, пользоваться стандартным обычным чатом. И многие люди, конечно, взялись за голову, хотя как можно быть наивными столько времени? Допустим, я уже очень давно, став публичным с 2014 года, я уже очень давно в таких местах не публикую информацию, которая может быть использована против меня. Хотя, если честно, у меня нету ничего, что может быть использовано против меня. Я всегда говорю, пишу и думаю, говорю, пишу и излагаю, и в том числе и в эфире, с расчетом на то, что человек, о котором я говорю, или явление, о котором я говорю, придет ко мне, придет ко мне и задаст мне вопрос. Вот вы, кто бы, вы про меня говорили то-то. Будет интересно, если явление придет ко мне, да, такое? В общем, друзья, без улыбки об этом рассказывать не можешь, насколько люди слепые, насколько люди доверяют рекламе мессенджера. И в эти дни очень много выступал Грозев, как его имя забыл, короче, тот самый расследователь, который очень много важных вещей расследовал, и он говорит, вы поймите, проблема телеграммы, проблема Павла Дурова в следующем. Вы видите один телеграмм, это простое общение, это простой мессенджер, простое общение. Но есть непростой телеграмм, есть так называемые вот эти вот маркеты, где продается все, что угодно, и продается, безусловно, там абсолютно все, и в том числе очень много незаконного. Наркотики, также детская порнография, и не только детская. В общем, все, что запрещено, продается, безусловно, там. Но мы с вами понимаем, что в данном случае, с одной стороны, это не проблема Павла Дурова, как организатора телеграмм, но в данном случае телеграмм, конечно, вот на таком вот балансе, да, на острие, на жар, скажем так, на острие лезвия. И получается, что, конечно, централизованное правительство всех стран, больших, крупных и так далее, это, естественно, не устраивает. И также мы с вами знаем о том, что оказалось, в 22-м году Индия подъявила претензии компании Телеграмм также. И мы помним эту историю, которая была у Павла Дурова в России, мы помним его криптовалюту Тон, которая в эти дни упала очень сильно, упала очень сильно в стоимости, но это замечательный повод для многих людей, если ситуация с Телеграммом выйдет на волну, то и криптовалюта, которую вы сейчас, допустим, кто-то купит сейчас, эта криптовалюта вырастет потом достаточно в большие цифры. И таким образом люди заработают на этом, безусловно, тоже. Но это мы говорим про стечение хороших обстоятельств для Павла Дурова и для всей этой истории. Друзья, и так, еще раз. Если вы пользуетесь Телеграммом, просто как мессенджером, переписываетесь обычным чатом, то спецслужбы, если им необходимо будет, смогут прочитать ваши сообщения и вашу переписку. И многие люди сейчас очень и очень сильно, которые были наивными, очень активно переходят на вот это так называемое сквозное шифрование, в общем, на секретные чаты, и в том числе на чаты, где твои сообщения самоуничтожаются после того, как твой собеседник его прочитал. Это действительно очень эффективно, но Телеграмм — это пока еще много-много тайн. И в этой французской истории, тем более, что мы имеем сегодня такое продолжение, ордер на брата Павла Дурова, очень интересно наблюдать за тем, что происходит. Но то, что Телеграмму необходимо поменять немножко свои, безусловно, правила, слишком много вокруг них вот таких вот уже кривых, косых историй, и, безусловно, от нас очень и очень многое скрывается. И когда Павел Дуров говорит нам о том, что Телеграмм защищен абсолютно, это является неправдой. Я бы сказал, что это первый основной итог того, что происходит. Большинство людей узнали о том, что Телеграмм не является гарантированно закрытым. Многие люди стали понимать, что кому нужно будет, прочитают их переписку. Любые хакеры, спецслужбы, даже слабенькие хакеры способны это сделать. Так что, друзья, не нужно верить всему тому, что вам рассказывает, особенно человек из России. Несмотря на то, что Павел Дуров, я снимал дополнительно раньше ролики парочку, о том, что, конечно, да, он талантливый, он талантливый, он очень способный, очень прогрессивный, и создал действительно крутейший мессенджер. Но это не отменяет тех вопросов, которые к нему есть. Будем следить за развитием событий, нам нужно с вами больше подробностей, ну а я буду по-своему информировать вас, как только узнаю какую-нибудь интересную информацию. И обязательно все переходите на сквозное шифрование, переходите на защищенные чаты, ни в коем случае не пользуйтесь обычным чатом. Будь мой орач, друзья, орачи только орач и кап и меч, а я сам вэл, украинский армянин, специально для вас сегодня спустился со своих армянских гор, для того, чтобы поделиться этой важной информацией. Подписывайтесь на наш украинский YouTube, также на наш украино-армянское интернет-видение Кап ЮА АЭМ, ставьте лайк, комментируйте и делитесь этим видео, и будет нам счастье. Хочу, чтобы вы знали, все, что я делаю, я делаю для вас, и немножко для себя. Орачи! Субтитры создавал DimaTorzok